привет друзья что сегодня приехали готовить макса трофей будем сегодня коптить его такая у нас компания собралась солнышко немножко мешает саня макс денис сегодня будем бороться вот с этим вот монстром как видите толстолобик толстолобик завесил 18 килограмм сейчас мы его разберем и будем коптить на такой вот коптильня на открытом огне на желчь горькая будет все смотрим наблюдаем по кожу рука глянь сколько жира сама я говорил здесь где-то килограмм 12 мяса я так и прикинул попробуй жареный круг с мукой о какая-то тема а я вот не знаю интересно толстолобика икру солят или как что маленькие пузыри они зажигалкой это греет смотрите ребята целая миска икры получилось теперь будем думать что с ней делать или жарить или засолить хорошо так жить когда рыбку пилой пили прикинь с этой головы уху сварить можно ухо будет но до мяса смешно выговорить посмотри на youtube я будем делать может ты мне поможешь поможешь все я тебе доверяю о покорми его он здравоядный хорошо ты уйдет но мяско смотри какое мягенькое да да мясо по любому а ужится будет серьезная такая блин загустеет как холодец будет ребята смотрите глава на 4 килограмма только завесила одна голова больше твоей так ну что начинаем разделку дальше какие кусочки обалдеть и на кратинской посмотрите одно мясо одно мясо копченый помыть будем конечно сколько ему лет интересно ну нормально они хоть раз упнул не сильно быстро уже взрослый уже можно надо посмотреть по таблице потом на таблице питался травой акриленов на рыбке представляешь готовим кумпичок под шашлычок а мясо ребята смотрите как свинина по цвету это рыбка как называют толстолобика водяная корова начинаем ребята мариновать добавили черного перца много он уже большой это еще мало оно будет сверху а внутри чтобы слышно было себе горько да я думаю так добавили перец берем соевый соус добавляем соевый соус соевый соус оставь соус для шашлычка для нашего еще на вторую партию а мы давай попробуем так и так без соевого соуса будет ли разница ну да ну да привкус чуть-чуть поставим чуть-чуть даем то да соль побольше чтобы хорошо немножко промариновалось промариновалось пропиталось я думаю соли здесь лишней не будет мелко рыба крупная шашлычок будем мариновать по тому же рецепту что и коптим и просто хотим сравнить потом вкусовые качества рыбы копченой и запеченной на углях такие вот красивые кусочки получились коптить будем стейки да я думаю хватит добавляем черный перец соль добавим соевый соус и добавим еще лимон лимон будем добавлять да добавим попробуем и будем оценивать рыбку уже в готовом добавляем лимон и примерно на пол часика поставим это все промариноваться да еще посоли соли добавляем по вкусу соевый сам по себе соленый угу чуть-чуть надо лимончик и надо куда выдаешь еще ну можешь еще вот прям туда выдавить давай лимон хуже не будет на первых рыбу подготовили теперь дадим пол часа промариноваться и начнем делать закладочку в коптильню засыпаем ольховые опилки их пару хороших жменей побольше чтобы лучше прокоптировать да рыбка не маленькая поэтому надо опилок побольше так так стекал сюда жир это что не подало понятно да поддон для жира так я хотел наверное она не с толстой куске делаем закладку вложим наши стейки из толстолобика дали помариноваться побольше практически час все мариновалось теперь главное правильно разместить их в коптильне реально реально здоровые куски коптильня у нас двухъярусная поэтому рыбы помещается много по 4 стейка теперь накрываем крышечкой сейчас будем ставить на огонь коптится все полным ходом коптильню поставили минут на 40 уже прошло минут 20 как видим пошел дым из-под крышки сейчас подержим еще минут 20 на огне а потом посмотрим куски рыбы очень большие может придется коптить и больше 40 минут прошло больше 40 минут и теперь смотрим у а вот это красота сейчас подожди пусть наверное немножко крышка побудет открытая чтоб лишняя влага вышла она выходит бы рыбка жирная жирная красивая запах ребята сейчас еще немножко подождем будем до будем снимать сейчас подготовим наше филе для шашлыка как раз до коптятся наши стейки и будем делать на углях шашлычок какая красота прошло около 55 минут и мы думаем что рыба уже готова сейчас будем снимать и пробовать его поднимешь просто вилочкам там придержи кончик не развалился уже темнеет стойку как видите рыба у нас закоптилась очень хорошо закатилась мягенькая такая какой запах как он запах идет просто друзья не представляете как это все аппетитно пахнет и выглядит какие стейки другому и все благодаря максиму не только благодаря мне там саня 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 этот пыл да саня помогал достать руку любит ученка служить я ну я думаю можно еще один сюда попробовать как видите друзья рецепт несложный главное чтобы была такая рыба и главное чтобы была коптильня все у вас получится очень вкусно аппетитно и хорошо теперь надо и катушка шиман шимана сахара поставили решеточку на угли и теперь будем ждать толстолобика жареного на углях маленький кусочек такой вот получился шашлычок толстолобик жареный на углях это шедевр запах просто бомба такая вот друзья вкуснота у нас получилось на этом будем заканчивать наше видео так как все очень быстро темнеет и будет плохо видно а вам друзья не хвоста и чешуи на рыбалке всех благ в жизни до новых встреч а и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok